В минувшие выходные в областном центре прошла первая за полтора года сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили производители со всех районов и города Петропавловск. В ассортименте свыше 100 наименований продуктов питания по сниженным ценам. Подробности далее. Сначала распространение коронавирусной инфекции – это первая сельскохозяйственная ярмарка в областном центре. Петропавловцы могли приобрести продукты питания по улице Жумабаева. Ассортимент здесь самый разнообразный. Овощи, фрукты, мясная продукция, колбасные изделия, мед и многое другое. Лилия Щуцкая из района имени Габита Мусрепова. Женщина занимается пчеловодством уже много лет. Продукцию реализует у себя в селе и регулярно посещает сельскохозяйственные ярмарки в Нурсултане, Кокшетау и Петропавловске. Цены на мед начинаются от 1500 тенге. Мы участвуем на всех ярмарках и города Санат. Привезли меда большое количество, цветочное, гречишный, дойник, подсолнух. То, что произрастает у нас в северном Казахстане, то и производим, и то и продаем. Прополис, пыльца, воск, соток. Хотелось бы, чтобы почаще ярмарки проходили. Потому что люди хотят натурального продукта, а такового больше привозного. А так хочется свою продукцию продать, которую мы производим и реализуем. Стоимость за килограмм говядины в среднем 1700 тенге. Канины 2400, свинины 1400, баранины 2200. По низким ценам на ярмарке можно приобрести и овощи. К примеру, килограмм картофеля и моркови стоит 90 тенге. Лука и капусты 85. Также на прилавках представлены макаронные изделия, домашние яйца и различные крупы. Все цены ниже рыночных. Свою продукцию на ярмарке представил и Вячеслав Смирнов. Уже 20 лет жители сельского района арендуют озеро Кендекте. В водоеме он разводит 7 видов рыб. И линии, и карпы, и карпокарась, и чебак, и окунь. В общем, ассортимент. Ну, торговля маленькая утром, но как бы более-менее идет. С людьми хоть встретятся и покупатели постоянные, уже несколько человек было, которые туда ходили. И вот ребята, которые вместе работаем, как-то уже соскучились просто. В очереди за товарами петропавловцы начинают собираться с 9 утра. Ценами и качеством горожане довольны. Купили мясо, купили рыбу, купили яйца. Ну, почаще бы таких ярмарок, было бы вообще замечательно. Мы купили сегодня мясо, говяжье, курицу. Ну, в общем-то, ярмарка хорошая, намного дешевле, чем в магазине. Перца, лук купили, картошку. Спасибо, хорошая ярмарка. Так все организовано, насыщенные продукты. Что хочешь, то и выбирай. Хорошо. Даже есть выбор. Допустим, я к одним пошла, уже наметила. Пойду к другим, посмотрю все цены. У меня главное – качество. Ярмарочных площадок в областном центре развернули две. По улицам Жумабаева горожане могли приобрести продукты питания. А в рабочем поселке по улице Космонавтов по сниженным ценам продавали грубые корма. Представление продукции сельскоязычки – это продукция мяса, колбасных изделий, 50 тонн молока и молочной продукции, тоже 40 тонн. Кроме этого, еще имеется предприятие, которое предоставили муку, 10 тонн. Мед. И у нас, кроме этого, проходит кормовая продукция, как в этом году у нас сложный год был. Мы представили сегодня сено и солому 300 тонн, зеленого фоража – 400 тонн. К слову, долгожданная ярмарка в Петропавловске прошла с соблюдением всех санитарных требований. Планируется, что сельхозтоваропроизводители смогут реализовывать свою продукцию на площади каждые выходные и радовать горожан качеством и низкими ценами. Кирилл Потемкин, Анатолий Белоног, Служба новостей.